Добавляется, потому что становятся намного интереснее шаги, становятся намного интереснее разнообразнее вращения. Госпожа из Китая заняла второе место. За второе место по сумме, да, по сумме. Увлеклись, извините. Пожалуйста. Так всё-таки, Ира, если так лаконично ответить на вопрос, всё-таки, насколько я тебя понимаю, всё-таки нужно подтягивать прыжки дальше. Правильно я тебя услышал? Я, честно сказать, я даже не имею общего мнения на этот счёт, потому что, опять-таки, я вчера это говорила, скажу, сегодня, мне кажется, девушка с двумя четверными прыжками, это уже будет не женское катание. Это уже будут какие-то киборг-роботы. Но всё же, не знаю, видишь, как бы, все же смотрят друг на друга. Если не имеет смысла вставлять четверной прыжок, который может стоить меньше, чем каскад из двух тройных, смысл этого четверного. Смысл выбирать на тренировку, конечно. Здесь уже будет, как бы, иметь место, да, логика, просто логика, что правильное и что нужно в этот сезон. Вот и всё. Джена. Джена травилась двойным. Джена Маккоркел. Маккоркел. Да-да-да, это та самая девушка, которая в жизни своей не мыслит без фигурного катания. Ни одного дня, она в отпуск не ходит, ничего. Фигурное катание – это всё наше. Тролевки. То есть, от той же Елены Глебовой, она в подходе отличается сильно. Ай. Правильно, я думаю. Вот, как мы говорим, девчонки посыпались. Вот странно, она на национальных чемпионах Великобритании, понятно, там соперниц нет, но она катает всегда чисто своей программой. Приезжает в Европу и получается то, что получается. Всегда одно и то же. Ну, потому что здесь конкуренция, здесь соперники, ты вольно-невольно видишь, кто как катается на тренировках, это стресс. Посмотри, дворец спорта забивается, в мега-спорте, худо-бедно, 1013-то здесь присутствует. Поэтому, все составляющие для того, чтобы нервничать. Ну, сейчас, наверное, половина. Ну, сейчас половина, наверное. Ну, всё, всё, всё. Ну, подходит, подходит, да. В последние разминки, я думаю, что мы увидим полностью забитый тренировок. Здесь мы будем друг друга с Ириной не слышать. Вот, Риттбергер одинарный. Видно, что она уже подустала, уже не катится. Хотя только-только половина программы. Да, вонюшник. 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 Совсем сложно уже. Вонюшник. Вот она, произвольная программа, когда по прошествии двух с лишним минут. К сожалению, достает момент, когда силы теряются. Очень сложно становится прыгать, ехать. Я не знаю, надеюсь, когда-нибудь дойдёт телевидение, когда будут специальные микрофоны улавливать дыхание фигуристов. Я думаю, что... Я думаю, что это не нужно никому слышать. Нет, это даёт. А если ещё, да, если ещё все мысли прочитались бы, я думаю... Ну что, не надо. А я вот жду, когда будет трёхмерное изображение, и все будут сидеть с джойстиками, да, и управлять тройными акселями, каскадами 3.3. Да, совсем уже Джене тяжело. Мы это прекрасно видим. Стараемся она из последних сил. Очень оригинальный захват в заклоне мы сейчас видели за ботинок. Ир, вот к вопросу об усталости. Как правило, раньше соревнования проходили, ну, не все, но чемпионаты мира через день. Олимпиады традиционно через день. Короткая произвольная программа. Тенденция 2011 года и Европа, и мир проходят так, что в 4 дня сначала там катаются два одних вида, пара и мужчины, потом танцы и женщины. Что в Берне, что здесь у нас в Москве. Вопрос, ведь можно раскидать, там, первый, третий день катаются пары мужчины, второй, четвертый, женщины и танцы. Что легче тебе было, кататься на следующий день или через день? Я просто вот вспомню наш разговор с Мишином позавчера. Перед стартом еще, когда не откатался еще Артур Гачинский, Алексей Николаевич так говорил, да, нам бы, конечно, этот день лишний был бы очень хорошо. Очень хорошо для функционалки. Однако, все хорошо, что хорошо заканчивается. Как было у тебя? Я больше не... Продолжение следует...